всех привет дорогие друзья хочу поделиться своим опытом как вырастить дедрабена винета самого первого дня и что для этого вообще требуется первое это требуется помещение вам это немаловажное помещение и да то есть я еще расскажу в конце видео самое столкнулся с которой проблемы я это зависит от торфа и можно так сказать от помещения но я расскажу вам это в конце давайте начнем с самого начала первое вам потребуется помещение я так скажем маленькое производство у меня червей у меня тут немного 100 с чем-то ящиков там 120-130 где-то ящиков в общем один я справляюсь но ура там правда просеивание червей происходит где-то там дней пять ну это без этого никак смотрите давайте начнем с первого это помещение вы нашли к примеру помещение даже что вам требуется вы убрали чистоту применяет находится в гараже вы убрали все второе вы можете закупить ящики сразу распределить вот как я делаю я закупил ящики а пора ставил их то есть все в принципе достаточно нормально выходит к вас помещение хватает просеивание там для торфа для воды для брызгалки для кокона все у вас есть все ништяк поехали переходим к третьим вы покупаете торф четверто покупаете можете купить кокона или малька коконы зависит от того то что если вы покупаете коконы это он будет месяц улыбляться малька если вы купите как бы вам так вы объяснить помягче малек это я называю его бродягой потому что если вы покупаете малька ему хоть свет хоть не свет ему по барабану он будет убегать то есть ну потом телефон я поднесу я вам покажу червей малька покажу он будет по краям убегать то есть он пока не дорастет хотя бы до двух недель и не привыкнет к ящику он будет бежать он прям из ящика не убегает но по краям заползает то есть такими пучками прям колбасками такими вот посоветовал бы вам купить лучше конечно коконы коконы вы купили он вылупился он уже знает то что это его дом и практически там 80 90 процентов и он не бежит вот так примеру смотрите вы запустили коконы правильно он у вас начинает расти то есть чтобы он хорошо рос и что быстрее вылупился и даже не то чтобы быстрее вылупился когда малек вылупляется ему нужно что-то кушать вы буквально 3 литра торфа добавляете не корма парк не надо вы добавляете 3 литра торфа смешиваете коконы и оставляете когда он вылупляется он начинает этот торт поедать и в принципе он вырастает малек он быстро очень растет он реально очень быстро растет он до месяца может вырасти там до сантиметра до полтора вот а дальше он уже чуть в росте замедляется но человек хороший становится упругий толстый и вам за два месяца он у вас станет маточником уже то есть за четыре месяца он уже станет полноценным маточником таким то что как бы показать с палец ну там реально будет где-то 5 граммов смотрите давайте перейдем теперь на пятое я бы посоветовал бы вам мельницу мельница это для того то чтобы вам дробить в муку комбикорм там допустим для несушек гранулы примеру да или отруби ну в общем вы все вместе будете в нем дробить она у вас будет я поставил в такой режим который дробит чуть чуть больше чем мука это идеально подходит для малька потому что если вы будете кормить обычной дробленка которая как свиней кормят да она где-то маленькая где крупа где-то крупа где-то чуть больше где-то чуть меньше если вы будете такую кормить у вас будет червь погибать он бы вы будете думать то что какая-то болезнь появилась какая-то болячка в нем появилась нет он будет поедать это корм он будет воздухом будет в каком так сказать он как водяной становится болячки появляются начинают погибать лопнуть и все дела я бы вам посоветовал купить мельницу да если вы хотите заниматься червями покупайте мельницу и себе голову не морочки вы купите у вас будет всегда в достатке малек и крупный червь и в общем вы посыпали я вам сейчас покажу она мелет вот так вот смотрите то есть надеюсь вам видно сейчас стороны ведь но она как практически как мука ведь пыль и он ее дробит хорошо он ее кушает все дела поехали на шестое давай теперь перейдем на 6 6 у нас будет сито что вам надо у меня сито ручной то есть я трясу я ставлю на коробок на ящик протрясываю и у меня сит 1 смотрите сит у меня 5 и 5 идет 2 2 и 8 то есть я кладу сверху 5 и 5 когда я трясу сверху у меня проваливаются коконы и торф внизу у меня остается можно сказать только коконы там чуть-чуть торф остается когда я сильнее начинаю трясти торф все равно проваливается и одни коконы практически остается то есть когда я просеиваю вот пример вот у меня маточники да все стоят я вот сейчас просеивал я света с трех четырех ящиков делаю один ящиков коконы то есть в одном ящике коконов у меня получается сейчас я вам покажу сейчас то есть вот смотрите я просеял и вот видите это один это одни коконы то есть здесь ну где-то тысячи четыре может 5000 я вот с одного ящика просеиваю вот так в один ящик а из трех ящиков просеиваю в один ящик и так вот все делаю это вот желтенький ведь это все коконы в одном ящике потом когда они вылупляются проходит где-то неделя я ложу сеточку такую на выманивание червя потом если кому-то будет интересно напишите скажите я вам ну так же видео сниму как выманивая там быстренько если что-то я забыл или я что-то вспомню я вам напишу в комментариях или да расскажу в конце может а что хотел в конце вам рассказать про помещение это про торф и помещение чтобы понимали у меня помещение находится в гараже тут ни одной трубы нету тут в общем очень сильная влажность и какой вам нужен торф я бы вам посоветовал если вы тоже начинаете в гараже у вас нету ни трубы не продуваемости тоже сильная влажность это пользоваться агробалтом у меня был до этого двина торф если честно я измучился я купил его два мешка у меня не продуваемости то есть я как вначале торф вот водой смешал червя запустил и он у меня как будто еще сильнее мокрее становился торф то есть я не мог не перемешать о перемешать через сито привести ничего мне приходилось вручную червя выбирать я не понимал что такое потом когда я начал другие торфы пробовать какой-то я другой попробовал уже пункт по сушу начал высыхать и такой вот попробовал перешел на гробал агробалт мне вообще понравилось тоже смотрите у него я я один раз его торф смочил и больше я не смачиваю я даже корм не смачиваю потому что ну изредка я смачиваю его потому что он всегда влажный и то есть видите он сыпется как песок такой такой приятный через сито вам проходит прям на ура и за радость то есть я сегодня перри маточника взял что я пересеял буквально там за часа за три в принципе это хороший результат потому что ну через ручное сито это довольно тяжело и если был бы у меня сепаратор я вообще за полчаса обсудил ну не за полчаса минут за 40 точно делал на 10 минут больше а так я вам что могу сказать если кому-то было что-то непонятно напишите в комментариях я вам досниму или расскажу если кому-то что-то будет интересно к примеру кто-то тоже разводит червей непонятно пример я могу вам рассказать следующих видео про болезни там про какой лучше торф или что-то в этом как малька выманивать или давайте я вам лучше сейчас покажу как он начал вам рассказывать покажу вам свое помещение вам же всем интересно правильно смотрите у меня помещение выглядит вот так давайте сейчас удлиню его то есть вот такое небольшое я не знаю этот квадратов на 7 может 8 вот так стою лестницу у меня и в принципе я ну я очень сильно доволен здесь у меня этим я положил как называется вешенки будем растить вешенки давайте я вам покажу маточника то есть чтобы вы понимали что у вас будет расти это я вот сейчас пересеял ну к примеру вот хороший червячок толстенький берем любого вот он еще больше такие приятные это пример чтобы у вас вырос вот такой вот червяк вам надо месяца 4 и он у вас будет хороший маточник так сейчас я вам покажу двухнедельного малька так это я вот тоже покормил смотрите вот он двухнедельный червячок вот они дендробен и вин это тоже толстенький упругой сразу видно кабанчики растут гляньте какой хороший это у вас будет ждать после когда вы лупится коконы такого вот хорошего так что еще дорогие друзья еще расскажу если кому-то было непонятно что-то или наоборот может кто-то кому-то подсказать как почему у вас там черви погибает почему какой он что-то лучше сделать как лучше чем лучше почему пишите в комментариях я выложу в комментариях ссылку на vk если что добавляйтесь пишите я вам все расскажу то же самое когда я начинала заниматься червями тоже я увидел давно человека написал то что он пишите расскажу подскажу я думаю как бы ну бред это такой так скажем как мне помогли так и я вам всем помогу пишите я вам все расскажу что и как и начать какой торф торф надо 5 и 5 6 и 5 покупать в общем что вам надо я вам все расскажу покажу и все всем удачи